Друзья, привет! На улице все холоднее, а вот в зрительных залах все жарче. Премьеры, творческие встречи, показы кино и концерты. Ну а сейчас обо всем подробнее. Сегодня в этом потоке огромном, совершенно бесконечном и безбрежном информации, с которой мы сталкиваемся, очень многие вещи сначала уходят на задний план, потом забываются. Какие люди! Зачем известный кинорежиссер Егор Кончаловский приехал в Красноярск? Расскажем и покажем. Я танцую о папочке, которая прилетела на цветок в раскаленный ползень. Свой путь. Спектакль о том, насколько может измениться человек, как при этом остаться настоящим и стоящим. В паспорте написано, что я родилась в Германии Мюльгаймру. А сейчас уже, что это был все-таки концлагерь. Кино, кино, кино. Премьера документального фильма о малолетних узниках от красноярских кинематографистов. Почему такие картины нужно смотреть обязательно? На днях в Красноярске побывал сам Егор Кончаловский. Режиссер, продюсер и сценарист встретился с поклонниками в зале Дома кино. Здесь он презентовал свой недавний фильм «На луне». Главный герой Глеб – яркий представитель московской золотой молодежи. Он не слушает высокопоставленного отца, бунтует, нарушает законы, постоянно попадает в сомнительные переделки. В итоге он становится причиной ДТП с пострадавшими. В ожидании суда семья решает отправить парня на перевоспитание в тайгу к суровому отшельнику. Роль мажора исполнил молодой актер Иван Архангельский. Образ отшельника воплотил Александр Балуев. Режиссер рассказал, выбрал для показа аудитории именно этот фильм, потому что кино должно задавать вопросы, а зритель должен находить ответы в самих себе. Перед героем картины, вроде что-то понявшим про себя и свою жизнь, в финале стоит выбор – поступить правильно или же как всегда. И такой выбор есть у всех нас. И особенно важно помочь понять, что такое хорошо, а что такое плохо, сегодняшним детям, нашим будущим политикам, ученым, учителям и просто жителям планеты Земля. Есть стаминитная фраза Михалкова «Сегодня дети, завтра народ». Сегодня дети – моментально народ, я бы сказал. То есть время идет с такой скоростью, что даже для завтра не остается времени. Очень быстро эти дети становятся народом, и, конечно, очень важно, каким мы хотим видеть этот народ, то есть, соответственно, каким мы хотим видеть наших детей, и, соответственно, каким мы хотим видеть, наверное, наших читателей, если мы говорим о книжном фестивале. И какие книжки мы, не мы, я не писатель, но современные писатели создают для этого поколения. Речь не зря зашла о книгах. Киновстреча с именитым режиссером стала частью большой программы первого книжного фестиваля «Все начинается с детства». Мероприятие было посвящено 45-летнему юбилею Красноярской библиотеки имени Сергея Михалкова, дедушке Егора Кончаловского. В течение четырех дней Красноярск стал столицей детской литературы и мультипликации. В нескольких залах прошли выставки иллюстрации к известным детским и подростковым книгам. В музее Ряузова разместилась экспозиция шелкографии прославленного мультипликатора Сергея Алимова – цикл посвящения поэме Гоголя «Мертвые души». Все-все-все до одного. Все слова на букву «А». О, безъяло такое. О, рунгутанга. Положим, нет? О, шить. Положим? Нет. А в детском кинотеатре «Мечта» с юными читателями общался писатель и соавтор текстов знаменитых смешариков и фиксиков Игорь Шевчук. К нам в Сибирь он привез программу «Педаль от огурца». Творческая встреча длилась час, и в течение этого времени ни один из маленьких гостей не вспомнил про гаджеты. Артист подтвердил – все так. На самом деле, даже в наше перенасыщенное электроникой время любого ребенка можно увлечь чтением. Дети еще в играх сидят и потому, что они, может быть, не узнали о том, что есть интересная, увлекательная литература сегодняшнего дня. А войну и мир им тяжело. Вот. Поэтому что остается? Взяли и поиграли в пулялку. Завершился фестиваль большим концертом, в котором выступили лучшие детские коллективы и победители конкурса чтецов «Басин» Сергея Михалкова. Самыми звонкими, громкими и яркими стали 18 ребят из нескольких районов Красноярска. В общем, стало ясно, первый книжный фестиваль получился очень классным. Надо будет повторить. Ну а сейчас коротко о других новостях мира культуры. В паспорте написано, что я родилась в Германии Мюльгаймру. А сейчас уже, что это был все-таки концлагерь. Говорят, детские воспоминания не стираются никогда. Правда, обычно большинство имеет в виду классные истории с друзьями, ароматный бабушкин стол с домашней стрипней и прогулки с родителями. Всего этого у героев документальной ленты обновления нации или узники Владимира Федоровича Мажарова и Алисы Ферминовны Грачевой не было. Их детство, как и детство еще пяти миллионов юных заключенных, прошло на нарах фашистских концлагерей, в условиях, которые не выдерживали и взрослые. Пусть с тех пор прошли десятки лет, но до сих пор они боятся засыпать и очень не любят вспоминать про то время. Рассказать свои истории жизни для фильма красноярского режиссера Александра Калашникова они решили потому, что молодежь должна знать о страшном прошлом, чтобы не допустить такого в будущем. Оба героя живут у нас в Сибири и проводят досуг в сообществе малолетних узников концлагерей. Находится клуб при Красноярской библиотеке имени Николая Добролюбова и весной этого года совместными усилиями эти неравнодушные люди поставили спектакль о жизни и судьбе сосланных в нацистские лагеря. Именно эта постановка стала толчком к созданию документальной ленты. В фильме идут две параллельных линии. Одна линия показывает, как шла подготовка к спектаклю и было обсуждение с малолетними узниками этого спектакля в процессе его создания. И вторая линия – это рассказы жизни двух героев, проживающих у нас в городе Красноярске. Параллельно у нас шоу в библиотеке проект театра «Терапия», где также наши бабушки погружались во все театральное действие. Мы показывали эпизоды, как они готовились. Параллельно, разумеется, шла съемка документального фильма. Производство этой картины стало возможным благодаря грантовой программе «Документальное кино Красноярья». Победителями конкурса в этом году стали четыре фильма. Два показа уже состоялись, а вот презентация еще двух лент состоится совсем скоро. 21 октября в Доме кино покажут фильм Андрея Гришакова «Наша Олимпиада» о сухобуземской долгожительнице и ветеране войны Олимпиаде Орловцевой. А 25 октября зрители увидят картину Элины Астраханцевой «Космос над Енисеем». Фильм посвящен событиям, сформировавшим ракетно-космическую отрасль Красноярья во второй половине 20 века. Вход на показы свободный. Пригласительные билеты можно получить в кассе Дома кино. В МВДЦ «Сибирь» открылась одна из самых крупных выставок последнего времени – «Енисеи. Территория искусства». В экспозиции представлены более 400 живописных, графических и скульптурных работ 135 художников. Красноярский край – признанный центр изобразительного искусства страны, поэтому неудивительно, что в выставке приняли участие сразу несколько поколений мастеров кисти и мастихина. Достаточно перечислить лишь нескольких – Валериан Сергин, Сергей Форостовский, Константин Воинов, супруги Красновы, Александр Суриков, Антон Тхаренко, Евгения Облязова, Сергей Назаров. Изначальной идеей было объединить творцов темой изображения полноводного Енисея, однако многие авторы решили не привязываться к названию выставки вовсе, ведь для них понятие «Енисей» много шире, нежели просто река. Енисей еще обладает такой энергией, от которого художники отталкиваются и разряжаются по разным сторонам и несут эту энергию Енисея. Поэтому дети реки – это не те, кто сидят буквально и ловят рыбу. Дети одной реки – это дети, которых рождает Енисей не батюшка, а Енисей – это мать река. У тувинцев Енисей – это мать река. Мать река родила детей художников, они разъехались, съехались и поделились своими впечатлениями. Выставка продолжит работу до 24 октября. Экспозиция разместилась в павильоне номер 2, где посетителей ждут ежедневно с 10 до 18 часов. Вера видит Петра и замирает. Петр заходит в квартиру. Он облачен в монашескую ряду. Длинные волосы собраны сзади. Вера – сначала очуменная девушка, потом крутая женщина, а затем и классная бабушка – опять замирает. Кажется, так будет всегда, когда она будет видеть его. Сначала пришедшего к ней юным анархистом, переобувшегося потом в молодого бандита по прозвищу Лорд, затем ставшего отцом Серафимом, батькой, оппозиционером Палычем, шаманом Энкуде Боао и, наконец, просто уставшим от вечных перемен пожилым Петром. Эту историю про непостоянного, как сама жизнь, мужчину, вечно возвращавшегося к одной единственной женщине, написала одна из самых значимых драматургов поколения, Ярослава Полинович. А поставили в Красноярском независимом театре «Вспышка». Пока это только читка, которая через месяц-другой станет полноценным спектаклем. Форма прочтения текста почти без игры и без застройки сцены – удобный способ примерить историю на себя и зрителям, и актерам. И если с первыми все понятно, уже на читке был полный зал, то актеры пока только нащупывают героев в себе. Всегда нужно искать и сомневаться. Сомнения, как двигатель, как некий бензин для жизни, который становится интереснее и веселее, если ты в чем-то сомневаешься, ищешь поиски путей. А сядешь, успокоишься, то, конечно, бочка начнут расти и пролежь не появляться. Есть вообще такое выражение, что женщина – это корабль, ягод, а мужчина – это парус. То есть его все вечно куда-то волдыхает, а женщина более в этом смысле стабильная, постоянная. От нее можно прийти и напитаться энергией, потому что женщина, которая дает жизнь, и все, ну, это так устроен мир. Станут ли они счастливы вместе, или же найдут покой лишь порознь, можно будет узнать из спектакля «Свой путь». Следите за аккаунтами театра «Вспышка в сети» и личными страничками актеров, занятых в постановке. Приеду, когда-нибудь скоро, скоро, ну, когда-нибудь. Но через неделю. Ну, я когда-нибудь обманешь. Ну, не знаю. Значит, обманешь. Это как с Ромео Джульеттой, когда все говорят, что «Вот, как жаль, они там умерли». А на самом деле, как бы дальше сложилась их жизнь, даже через год, если бы они остались вместе, скорее всего, это не была бы самая красивая история любви. Ну, и на этом у меня, пожалуй, все. Увидимся в телеэфире «Нескучной вам рабочей недели». И главное, помните, творчество – настоящий подвиг, а подвиг требует жертв.